Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз о нашем веселом месяце Адар и о секретах этого месяца. Когда приходит Адар, умножают радость. В этом высокосном году, повторюсь еще раз, есть два месяца Адар, вместе они представляют собой 60 непрерывных дней радости. Любавический Рэбэ много раз говорил, что в такой год можно отменить любую нежелательную вещь, любую проблему, отменив, растворив ее в радости. Есть такой закон, потому что, согласно закону, капля запрещенной пищи отменяется, если в разрешенном количестве ее 60 раз больше. То есть, если в котел попала какая-то часть, так и у нас. В эти 60 дней мы можем растворить все абсолютно. Тора говорит, что Всевышнему желанно именно такое служение, которое делается с радостью и хорошим сердцем. Выражение радости, как сказать, с радостью и хорошим сердцем, учит того, что радость должна приводить к ощущению такому, что сердцем я чувствую, что мне просто хорошо. Хорошо вставать утром, хорошо видеть встающее солнце, хорошо там птиц видеть, дышать воздухом. Человек должен получать от этого удовольствия и радоваться. Видеть растения, видеть птиц, он должен вообще все это видеть и взращивать эту радость в себе. Он смотрит, обращаясь к тому, конечно, кто этот мир создал. Но взращивать. Чтобы пребывать в радости, нужно что? Сосредоточиться на вещах, которые действительно поднимают настроение. Люди знают, что одному там одно, другому другое. Поэтому человек должен иногда подогревать в себе эту радость. И надо еще... Бал Шемтов говорил очень важный секрет. Я сейчас вам его расскажу. Между нами надо сосредоточиться на вещах, вот я уже сказал. И второе, надо тренировать в себе оптимистический взгляд на мир. Выбор думать хорошо или там наоборот, это вносит изменения в реальность. Мы когда позитивно мыслим, мы меняем этот мир. Что он сказал? Думай хорошо и будет хорошо. То есть твоя мысль обрадает огромной силой действовать и изменять реальность. Если в этом месяце умножают радость, то еще есть одна такая вещь, которая радость человека, это сделать что-то хорошее. Поэтому, честно говоря, есть еще одна такая вещь, которая в этом месяце увеличивает благотворительность. Я хочу, чтобы меня расслышали. Это повышает радость, так сказали наши мудрецы. Раскрою еще один огромный секрет. Начало любого спасения, любого изменения ситуации состоит в смене чего? Разочарованного, разгневанного лица, выражения лица. Поменять его на счастливое. Как только человек это сделал, он начинает медленно запускать маховик, который изменит ситуацию в другую сторону. Когда человек верит и уповает на Бога, он может себе нарисовать уже будущее спасение или будущую удачу, и начинает радоваться ему уже. Он спасен, ведь он же верит, что Бог все может сделать. Так толковали праведники стих, «Какой и с весельем выйдете? Уже с помощью самой радости выйдете из всяких бед». Есть еще одна вещь. В Торе слово «веселье», вообще написано, что корень каждого слова находится там, где первый раз оно появляется в Торе. В Торе первый раз, где появляется оно, кто помнит, появляется в словах Лавана Арамейца. С весельями, песнями, там, встретим тебя. С весельями, песнями, по гематрии, числовое значение этих слов – 913. В иудаизме можно менять числовые значения, если одинаковые, между ними есть ясное. 913 – это еще что? В начале. Помните, в начале сотворил Бог небо и землю. Поэтому, если поменять местами, что можно сказать? С радостью и весельем, нет, не так, с весельем и песнями сотворил Бог небо и землю. Вы представляете? Суть этого мира, начало его было с весельем и песнями. Каббалисты открыли еще один очень интересный секрет месяца Адар. Для того, чтобы сохранить владение, написанное там, и государственное, и частное, и там, не потерять ничего, то в месяце Адар, что надо сделать? Радость в месяце Адар. Так написано, это все так написано. Для сохранения границы, сохранности имущества зависит от радости в месяце Адар. И самый главный мудрец, открою вам мудрецов, сначала, вдумайтесь в него, сказали нам очень умные люди, сначала радуйся, а потом найдешь причину. А мы все время ищем причину, вместо того, чтобы уже начинать радоваться. Поэтому я раскрыл самый главный секрет этих 60 дней. Радоваться, взращивать в себе радость, получать удовольствие от жизни и распространять эту радость. Очень важно не просто самому сидеть там и тихонько подхихикивать. Надо свою радость нести в мир, чтобы и вокруг все начинали радоваться. Брахава от слаха, хорошего вам настроения, всего самого лучшего.